Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии руководитель отдела высшего образования и целевой подготовки Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия Альберт Михайлович Черкашин. Здравствуйте, Альберт Михайлович. Добрый день. Сейчас такая очень горячая пора для наших выпускников. Думаю, тема, о которой мы сегодня будем говорить, она очень актуальна. Это целевая подготовка студентов Якутии. Расскажите, какие существуют программы, как складывается эта программа, что ожидает наших выпускников? Начнем, наверное, с истории. Наша Республика уже на протяжении 25 лет проводит системную подготовку в рамках целевого обучения. То есть, начиная с 1992 года был образован департамент по подготовке и расстановке кадров. И потом полномочия департамента в 2012 году были переданы Министерству профобразования, а в настоящее время Министерству образования и науки. Вот на протяжении 25 лет наша Республика готовит в рамках целевого обучения кадры по востребованным специальностям направлениям на основе потребностей наших отраслевых министерств и ведомств. Изначально, наверное, изучается вся ситуация, да, и потом только составляется план вот этот, да, целевого набора. В этом году план целевого набора, он же сверстан же, да? В этом году план целевого набора у нас определен, сверстан, и в настоящее время проходит стадия согласования. – Альберт Михайлович, а в этом году не сократилось количество вот целевых мест? – Количество целевых мест из года в год, оно остается на уровне. Там изменения чуть-чуть происходят по направлению подготовки. То есть, согласно инвестиционным проектам, у нас определенные специальности добавляются, некоторые убавляются. – Ну вот сейчас такая тенденция, что очень мало, к сожалению, гуманитарных вузов предлагают целевые места для наших студентов, в основном это вузы технической направленности. Это так, да? – Да, ну это тоже связано с развитием высшее образование нашей республики. У нас высшее образование республики в настоящее время представлено четырьмя федеральными вузами, один республиканский вуз, а также девять филиалов. То есть, те направления, в основном по первичкам направления у нас в республике готовятся в рамках контрольных цифр приема федерального, на сверосточном федеральном университете. – Да, Альберт Михайлович, вот не только ведь во время приемной комиссии можно подать документы на какие-то целевые места, но и уже, наверное, определены те выпускники, которые уже, по сути, зачислены по олимпиадному движению. Вот тут чуть подробнее расскажите. – Да, наша система отбора в настоящее время в рамках сливого обучения построена на двух этапах. То есть, мы проводим предварительный отбор и второй этап – это наша республиканская приемная комиссия идет. Ну, в рамках первого этапа мы отбираем наиболее профессионально ориентированных, наиболее способных ребят. Это тоже обусловлено требованиями федерального законодательства. То есть, до 20 мая мы должны список ребят, которые будут участвовать летом в рамках сливого набора конкурса, определить и направить в ВУЗ в нашу. – Ну, они уже определены, да? – Да, они определены. В этом году мы провели олимпиаду, предварительный этап. Это уже 12-я по счету наша олимпиада прошла. И, соответственно, ребята подавали заявление на участие по теме и иным специальностям. Ну, специальность – один ВУЗ. И, соответственно, определены победители. Вот эти победители олимпиад по регионам. Мы ежегодно определяем 4 региона. Это Вилейская группа районов в этом году в селе Сунтар была проведена. Также Заречная и Центральная группа районов в селе Намс в этом году проведена. И город Якутск отдельно идет. И также Арктика. Начиная с прошлого года Арктику мы проводим в дистанционной форме в селях наибольшего охвата наших учащихся выпускных классов. И, соответственно, вот эти победители для этого будут между собой конкурировать по баллам и гель в рамках работы нашей приемной комиссии. Скажите, как потом, в последующем, ну, вы, наверное, все равно отслеживаете, как, во всяком случае, как начинают свое обучение поступившие на целевые места. Как себя показывают наши студенты, которые вот набраны по целевому набору? По оценкам наших ВУЗов, с которыми мы видим сотрудничество, с которыми мы работаем, да, на хорошем уровне. В хорошем уровне оценивается. Скажите, вот более подробно расскажите о правилах приема вот на целевые места. Ну, правила приема у нас исходят из потребности, вот, а само название целевого обучения целенаправленное. То есть отраслевые министерства или ведомства в текущем году подают заявки в наше министерство по определенным специальностям. То есть, например, медиков, там, сколько это человек, да, инженеров, сколько это человек. И, соответственно, формируется сам план приема набора на целевое обучение. Например, на этот учебный год мы собирали заявки из отраслевых министерств и ведомств до ноября 2016 года. И, соответственно, сейчас формируется, корректируется и проходит стадия согласования. То есть сам план набора на целевое обучение исходит из потребности. А они где-то уже можно ознакомиться вот с теми вузами, места, которые выделены для наших студентов? Да, Олимпиада была проведена согласно проекту плана приема набора на этот учебный год. И, соответственно, этот план уже размещен у нас на официальном сайте министерства. То есть можно туда зайти, это все в свободном доступе. И буквально можно посмотреть количество мест, в какие вузы, сколько мест пришло. А сами там дополнительных экзаменов они не сдают, да? Это только вот по документам? Ну, Олимпиада у нас... Некоторые же вузы сейчас проводят сами, свои еще экзамены обязательно в письменном ли, в вузном ли виде. И это сейчас с каждым годом все больше и больше вузов идут уже по такому пути, что помимо ЕГЭ, еще требования вуза, это сдача экзамена прямо вот на месте. В рамках сливного набора мы проводим свою Олимпиаду по 8 предметам основным. Это история, математика, общество, биология, химия, география. И это наше республиканское идет. Мы у себя в республике проводим отбор зачисления ребят в рамках сливного обучения, проводится на основании правил приема вузов. И, соответственно, каждый вуз устанавливает свои правила приема самостоятельно. И, исходя из их требований, мы уже ставим, собираем пакет документов летом и направляем в вузы. То есть окончательное зачисление у нас происходит на основании приказа вуза, решение принимает университет. А, допустим, может быть такое, что выпускник школы поступает здесь на целевое место, а потом ему еще надо выезжать туда и сдавать дополнительные экзамены. Вот такие вопросы, они очень важны, потому что они возникают действительно. Да, такие вопросы есть. Это в основном по вузам направления культура и спорта. То есть ребята получают у нас договора о сливном обучении в рамках нашей приемной комиссии, и вылетают на место обучения, сдают творческий экзамен или физическое испытание по направлению спорта. И, соответственно, если поступают, то возвращаются к нам или там остаются всеми благами на целевое обучение. Скажите, пожалуйста, а кто имеет приоритетное право поступления, скажем, у кого есть льготы? Наверное, не меняется ничего, да? Нет, в рамках целевого обучения как раз-таки упор делается на профориентированность, на способности в учебе и, соответственно, только баллы ЕГЭ решают определенную роль, определяющую роль. То есть нет льготных категорий в рамках целевого обучения. Те обучающие, которые хотят поступить в рамках определенных льготных категорий, это дети-сироты, например, да, они поступают в рамках общего конкурса. Каждый вуз у себя устанавливает определенное количество мест льготным категориям. То есть, предположим, вот если на эти места, которые приходят сюда, подаст заявление ребенок-сирота, скажем, да, без родителей, то есть он не будет иметь приоритетного права на поступление, да? В рамках целевого обучения нет. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот сейчас же проводятся еще и конкурсы. Вот недавно прошел, ну, весной, да, республиканский конкурс «Моя профессия IT». Был очень большой конкурс «Это я дипломат». И вот как раз победители этих конкурсов, они, в общем, выигрывали право обучения в том или ином вузе. Ну, выигрывали это, я так образно говорю, конечно, им было предоставлено место. Это тоже делается через Министерство, наверное, образования и науки. Да, в рамках целевого обучения у нас есть, ну, согласно федеральному законодательству, право критерии работодателей. И, соответственно, наши заказчики ставят уже условия. То есть, по профессии, вот, IT направление у нас в связи поставило условие победитель вот этого конкурса «Моя профессия IT». Также департамент по внешним связям тоже поставил критерии, вот, победитель, будущий дипломат, да, конкурса. И, соответственно, вот эти ребята, которые выиграли данный конкурс в рамках нашего плана приема, поступают. Скажите, пожалуйста, вот какие-то новые вузы в этом году вошли, вот, в список тех вузов, которые предоставляют места студентам из Икуты? Ну, основном мы работаем... Да, может быть, интересные, да? Да, особых изменений нет, таких крупных, мелких, конечно, есть, но основном мы работаем с теми вузами, с которыми мы наладили хорошее отношение и которые выделяют нам именно селевые бюджетные места. С ними уже заключены соглашения на этот год. Это каждый год новое соглашение или такие какие-то долгосрочные обязательства? Ежегодно заключаем соглашение о целевом приеме. И на основании вот этих соглашений мы заключаем с нашими абитуриентами договора о целевом обучении. Скажите, пожалуйста, а вот по осени, скажем, ну, ребенок не смог поступить на целевое место, поступил не на бюджет, а на коммерческое, скажем, оплачивает сам, да? Будет ли потом еще осенью дополнительный набор? Ну, согласно административному регламенту мы проводим набор ребят не в рамках целевого приема, то есть не в рамках нашей Штюрпанской приемной комиссии, исходя из потребностей тех или иных специалистов, а также исходя из наличия бюджетных средств. Такая система проводится, мы принимаем заявления от граждан, и комиссия рассматривает уже исходя из показателей самого обучающего, который уже будучи студентом предоставил нам документы. Ну, наверное, вот это вот наличие этих бюджетных средств образуется в том случае, если кто-то отчисляется, да? Только в этом случае, если кто-то не сможет продолжать обучение по тем или иным причинам, да? Да. Интересно. А какие еще вопросы вам задают выпускники, и что больше всего интересует? В основном, ну, какие льготы, какие вот положительные стороны в рамках целевого обучения, да? И какие обязательства. Ну, в рамках целевого обучения наша республика, как я уже озвучил, на протяжении многих лет проводит дополнительную поддержку обучающихся. Это оплата проезда один раз в год туда и обратно в место обучения, от места жительства за пределами республики, которые обучаются. Также оплата обучения идет, выплачиваем дополнительную республиканскую стипендию, это в среднем сейчас 3300 400 рублей идет, да? Также единовременная материальная помощь по тем или иным настоятельствам. Возмещаем проживание в общежитии еще. Это всем, да? Это всем ребятам, с которыми мы заключили договоры. Ну, и, естественно, кроме вот того, на что имеют право студенты, у них есть еще и обязательство. Это обязательно вернуться на родину и отработать здесь, ну, по крайней мере, три года. Да. Спасибо большое, я благодарю вас за это интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии был руководитель отдела высшего образования и целевой подготовки Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия Альберт Михайлович Черкашин. На этом мы заканчиваем. Всем выпускникам желаем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова